Гочу D310 – вертикальная сушилка с 10 прозрачными лотками. Дегидратор оснащен двумя независимыми камерами, в которых можно сушить несовместимое сырье без смешивания запахов и вкусов, а конструкция лотков позволяет использовать продукты любой толщины. Дополнительно прибор оснащен автоматической функцией приготовления йогурта. Гочу D310 не отличается сложностью конструкции. Основной корпус изготовлен из пластика, по центру расположен вентилятор. Отверстия выхода воздуха имеются как по периметру, так и в центре. Высота корпуса составляет всего 7,5 см. На лицевой стороне корпуса размещена панель управления. В комплект входят 10 лотков и 20 сетчатых поддонов. Со стороны дна можно увидеть ножки для циркуляции воздуха и охлаждения корпуса во время работы. Поддоны сделаны из прозрачного пластика, что позволяет, не открывая крышку и не нарушая температурный режим, наблюдать за продуктами, которые сушатся внутри. Это крайне удачное решение, особенно при наличии 10 уровней. По центру имеется отверстие выхода воздуха, что повышает эффективность циркуляции воздуха внутри сушильной камеры. Лотки формируют два независимых отсека для сушки разных продуктов. При этом запахи разного типа сырья не смешиваются, что позволит одновременно сушить и овощи, и фрукты. Лотки не имеют дна. В нижней части по всему периметру размещены выступы, на которые укладываются сетчатые поддоны. Благодаря такому устройству дегидратора в лотках можно разложить продукты любого размера и высоты. Сверху вся конструкция увенчивается прозрачной крышкой. Изготовлен прибор из пластика высокого качества. Отметим компактный размер и вместе с тем довольно хорошую вместимость. Панель управления находится на фронтальной стороне основания. По центру расположены клавиши установки температуры и времени. При надавливании вверх можно увеличить показатели, при нажатии вниз соответственно уменьшить. По обеим сторонам от клавиш видны округлые дисплеи. Слева температуры, справа времени. Крайняя кнопка включения, выключения дегидратора. Крайняя слева кнопка, запускающая функцию приготовления йогурта. Точное цифровое управление позволяет установить температуру от 40 до 70 градусов по Цельсию с шагом в 1 градус по Цельсию. Продолжительность процесса задается в диапазоне от 1 до 48 часов с шагом в 1 час. Все управление дегидратором сводится к установке параметров процесса сушки, времени и температуры. Функция йогурта – это автоматическая программа работы прибора в течение 8 часов при температуре 40 градусов по Цельсию. Эта программа позволяет приготовить в домашних условиях йогурт одним нажатием кнопки. Разная степень просушки на разной высоте свойственна практически всем вертикальным дегидраторам, и ГОЧУ D310 не оказался исключением. В инструкции отдельно упомянуто, что для лучших результатов нужно менять поддоны местами в течение процесса. Отверстия в этих поддонах довольно крупные, так что для сушки зелени, трав или мелко нарезанных продуктов, таких как лук, морковь или коренья, необходимо обзавестись дополнительными аксессуарами. Время и температуру можно регулировать прямо в процессе работы. Отметим, что дегидратор оснащен функцией отключения по завершении заданного времени, так что пользователь имеет возможность без опасений оставлять работающий прибор, даже уходя из дома, не прерывая процедуру сушки на время своего отсутствия. Об окончании процесса сушки свидетельствуют три громких звуковых сигнала. Дегидратор ГОЧУ D310 отличается компактными размерами при достаточно хорошей вместимости, точностью регулировки температуры, простотой управления и эксплуатации. Практические эксперименты подтвердили отличные результаты при одновременной сушке несовместимых продуктов без смешивания запахов и вкусов. Две камеры идеально подходят для использования дегидратора в городских условиях, когда сушилка служит не столько для переработки урожая, сколько для приготовления десертов, закусок или полуфабрикатов. За один цикл сушки можно совместно приготовить вяленое мясо и фрукты. Конструкция лотков позволяет организовывать пространство сушильной камеры по желанию пользователя и обрабатывать сырье любой толщины, вплоть до сушки фруктов или рыбы целиком. Сквозь прозрачные лотки удобно наблюдать за процессом сушки и решать, когда пришла пора менять поддоны местами.